Всем привет, в эфире Project 42. В сегодняшнем видео мы, как и обещали, постараемся разобраться, каковы реальные причины, вызывающие турбо-бои в World of Tanks, и какие существуют возможности для оккупирования данной проблемы. Мы неоднократно затрагивали данный вопрос на стримах, но, судя по всему, настало время структурировать нашу позицию в одном видео. Наша команда выделяет три основных причины турбо-боев в игре, и мы обсудим их в порядке от наименее значимой до наиболее ощутимой. Итак, на третьем месте по значимости стоит проблема игроков. Вернее, будем сказать, что это не одна, а даже три более мелких проблемы. Отсутствие централизованного обучения и системы мотивации к саморазвитию для игроков со стороны разработчиков проекта, высокая скорость прокачки первых топов на аккаунте и, собственно, сами игроки, особенно новички, которые с течением времени от 2010 к 2020 году все меньше хотят разбираться в нюансах игрового процесса, действительно сложного для вхождения проекта в World of Tanks, и просто хотят доминировать над всем живым, причем желательно сразу на 10 уровне. И не важно, что в силу их полной игровой недееспособности в основном там доминируют над ними, они все равно прямо хотят примитивного доминирования на максимально доступном уровне техники. Стоит отметить, что этой ситуации потакает и нынешняя скорость прокачки танков. Иксы за первые победы в день, резервы на опыт, чертежи, учебники для экипажа, свободный опыт в награду за многие внутриигровые события и просто ежедневные боевые задачи и ЛБЗ. Не стоит также забывать, что в кланах с прокачанным укрепрайоном есть еще и свои резервы на прокачку. Все это создает ситуацию, когда игрок менее чем за тысячу боев может прокачать свою первую десятку. С одной стороны, это и неплохо, ведь количество прокачиваемых десяток в игре у нас уже достаточно велико, и желание потребителя побыстрее добраться до топовой техники тоже понятно. А с другой стороны, успевает ли за тысячу боев пользователь хоть как-то освоит геймплей, хоть чуть-чуть разобраться в игровом процессе. С нынешней системой обучения и мотивацией игроков к саморазвитию, а вернее отсутствием подобной системы, естественно, что никто ничего освоить и изучить не успевает. Если только сам не захочет уделить этому время. Упование на усилия блогеров и стримеров уже давно понятно, что не оправдались. Потому что, с одной стороны, не все из авторов около танкового контента были одинаково полезны, а некоторые вовсе оказались вредны, плодя токсичность и неадекватное игровое поведение. А с другой стороны, еще с 2014-2015 года Wargaming по сути никак не поддерживал создателей образовательного контента. Тогда из лаунчера игры была убрана вкладка с обучающими видео различных авторов, и долгое время после этого не предпринималось вообще никаких усилий для поддержки образовательного контента по World of Tanks. С собственного производства видео и текстов на эту тему Wargaming выпускал минимум, а блогеров не продвигали, не поддерживали и не помогали. Достаточно вспомнить историю с GMR. Лишь последние два года в компании вспомнили о необходимости создания обучающего контента и о том, что иногда к этому дешевле и эффективнее привлекать блогеров. Но усилия в этом направлении предпринимаются пока крайне недостаточные. Пока обучающие видео не появятся прямо в клиенте игры, они не дойдут до массовой аудитории, которая крайне редко заходит не то что на официальный сайт игры, даже в официальные группы и каналы проекта в соцсетях. В итоге мы получили ситуацию, когда многие игроки просто едут и сливаются в неведомых рандомных направлениях безо всякой тактики, часто вообще без мысли. Бой за боем. В принципе не понимая причин этих сливов и не пытаясь их избежать. А на попытке их образумить чаще всего лишь крайне агрессивно и токсично огрызаются. Это и не удивительно, ведь механики игры не поощряют за качественную игру и не наказывают за слабую, а лишь подтягивают усредненный результат за более-менее продолжительный промежуток времени к стандартным 47-48% побед, которые являются естественными для массовой целевой аудитории с точки зрения статистики. И ладно бы эта ситуация сложилась в 2019-2020 годах, то есть сейчас, когда приток новичков в игру стал минимальным. Нет, это происходит последние лет 5, если не больше. Причем в наибольшей степени пришлось на промежуток между 2015 и 2018 годами, когда в проекте произошло значительное обновление и пополнение аудитории, и большая часть этой аудитории до сих пор является активной. Целое потерянное поколение, где лишь малая часть хотела и смогла чему-то научиться и всерьез освоить игру. Повезло тем, кто неведомым образом был достаточно молод или любопытен, и знал о существовании социальных сетей и в особенности YouTube, и нашел там правильный образовательный контент, несмотря на практически нулевую поддержку этих стремлений со стороны разработчиков World of Tanks. Как мы уже много раз говорили на стримах, это поколение игроков, которое компания Wargaming смогла притащить агрессивным рекламным продвижением World of Tanks, но при этом в Минске и на Кипре совершенно не задумались о том, что людей надо еще и научить играть. В итоге и эффективность рекламной кампании оказалась ниже, так как приживаемость игроков в действительно сложном проекте оказалась невысокой, и полученная аудитория в среднем по игровым навыкам значительно уступает первой и второй волне пользователей, наполнивших World of Tanks в 2010-2011 и 2012-2013 и 2014 годах, когда еще предпринимались хотя бы минимальные усилия по обучению новых пользователей. Проблему игроков можно и нужно решать. В World of Tanks необходима система обучения и мотивация игроков к саморазвитию, которую мы называем комплексный учебно-боевой ивент. В рамках этой системы в проекте должен быть построен цикл учебно-боевых задач, обучающих массового игрока базовым навыкам, таким как грамотный разъезд респауна, анализ карты, сетапов и раскатки команд, тактически верный отыгрыш роли боевой машины, правильные позиции для тех или иных типов танков на различных картах, правильная механика прицеливания и тренировка упреждения по различным видам целей и многое другое. Причем задачи должны делиться на два типа – простые, выполняемые на учебном полигоне, и боевые, выполняемые в реальных случайных боях и других игровых режимах. Важным моментом является и то, что игрок не должен ощущать принуждение. Нынешняя аудитория этого не любит. Человек сам должен хотеть проходить задания комплексного учебно-боевого ивента, чтобы получить интересные награды и похвалиться перед соклановцами, играющими коллегами, друзьями и родственниками, тем, насколько хорошо ему удалось освоить игру World of Tanks. Награды за освоение базового цикла учебно-боевого ивента, а также продвинутых его частей, связанных с освоением конкретно карт, типов и боевых ролей техники и определенных танков, могут быть интересной мотивацией и целеполаганием не только для новичков и рядовых игроков со скиллом среднего или даже низкого уровня, но и для танкистов с навыками повыше, включая даже блогеров и стримеров, которые, например, уже исчерпали для себя тематику выполнения ЛБЗ, получения мастерев и трех отметок на стволах всех имеющихся в игре танков и ищут для себя новые вызовы. Этакие нормы ГТО, в которых что-то важное и полезное для себя могут вынести игроки с навыками любого уровня. Кстати, появление комплексного учебно-боевого ивента может позволить многим новым игрокам, стремящимся кратчайшими путями к своим первым десяткам, все же успеть хоть немного освоить игру, чтобы не остановиться очередной бесполезной биомассой при достижении топовой техники. Кроме непосредственной структуры учебных задач, необходимо прямо в клиенте игры создать доступ к учебным видео по базовым и продвинутым игровым навыкам, видео по освоению различных видов и ролей техники, конкретным боевым машинам, а также гайды по каждой карте и игровому режиму. При просмотре таких видео игроки могут получать бонус к награде за выполнение тех или иных, связанных с тематикой этого видео, задач комплексного учебно-боевого ивента. А также им будет банально проще в обучении, так что у них будет вполне себе естественный стимул для просмотра обучающих материалов в полном объеме и без перемотки. Безусловно, какую-то часть этих видео может произвести сама компания Wargaming, но куда быстрее, дешевле и эффективнее заказывать по заранее объявленным финансовым ставкам и техническим условиям эти видео у производящих качественный обучающий контент блогеров, причем часто по несколько видео от разных авторов на каждой класс техники конкретный танк или карту, дабы обеспечить разнообразие и широкий охват знаний об изучаемом предмете у аудитории. Таким образом, мы впервые получим ситуацию, когда блогеры смогут с интересом и уверенностью в завтрашнем дне выпускать обучающий контент по World of Tanks. Контент, кстати, весьма недешевый и весьма трудоемкий в производстве и обычно крайне слабо монетизируемый. В итоге мы получаем следующий расклад. Блогеры получают финансовую поддержку, максимально эффективный доступ к целевой аудитории, уверенность в завтрашнем дне и пассивное продвижение через представленность их видео в клиенте игры. Компания Wargaming получает большую лояльность блогеров не через страх страйков, а через добросовестное партнерство. Кроме того, получает снижение уровня токсичности, так как генерировать токсик для авторов окажется менее выгодным, чем делать качественный и адекватный контент. Игра World of Tanks получит общий прирост игровых навыков аудитории и, как следствие, снижение числа боев, где исход предопределен неадекватными действиями союзников или противников, или этих и других. Также возрастет приживаемость новичков в проекте. Кроме того, World of Tanks получит пассивное продвижение через рост количества часов просмотров на различных видеоплощадках, которые также приводят к тому, что чуть лучше находятся в поиске видео и стримы по тегу World of Tanks, а также этот контент чуть чаще попадает в рекомендуемые и тренды. Двигаемся дальше, и на очереди у нас вторая глобальная проблема, в том числе приводящая и к турбо боям. Это баланс техники в игре. Причем именно глобальный баланс на уровнях и между уровнями, а не только и не столько конкретных танков. Здесь стоит пояснить, что глобального всеобъемлющего баланса всего и вся в игре не производилось никогда с 2010 года, когда игра, собственно, и вышла. Были правки и отдельные ребалансы, но никогда они не касались сразу всей техники в игре. Поэтому машины, которые выходят на поля сражений, оказываются из разных времен и эпох не только с исторической точки зрения, но и с точки зрения геймбаланса. Есть немало машин, влияние которых на ход боя минимально или даже негативно само по себе. Эти машины просто морально устарели, или их игровые роли оказываются неактуальными для нынешних сглаженно вылизанных карт и скоростей боя. В итоге, например, машины, которые должны отыгрывать от рельефа, сиротливо жмутся по нескольким точкам на карте, не будучи способными показать что-либо полезное. А другие машины, которые, например, не обладают хорошим ДПМом или нормальной стабилизацией, ничего не могут противопоставить более современным по времени балансировки машинам. Третьи просто никуда не успевают и приезжают к замесу тогда, когда бой в этой точке уже вдрызг проигран. Четвертые обладают броней, но вышедшие из-под контроля баланса фугасы не имбово проясняют владельцам данных машин, что они тут никто и звать их здесь мясо. У пятых плохо с бронепробитием, при этом времени на выцеливание более современное в плане балансировки техника им не дает, а зайти в борт или карму противнику не получается из-за отсутствия поддержки со стороны очень сильно просевших по среднему уровню игровых навыков и умению играть командно союзников. То же самое происходит, кстати, и у противников, так что им тоже не сладко. И всех, всех без исключения, в процессе глобального пострадывания интенсивно стучит по голове не имбующая ни разу артиллерия. Здесь ситуацию могут исправить только разработчики, и они действительно близки к тому, чтобы произвести первый в истории игры после ее создания глобальный ребаланс всего и вся. По крайней мере в том, что касается снарядов. Основных, специальных и фугасных. Как следствие, нас ждут и глобальный ребаланс экономики, и косвенные правки во многие машины, а также многие задачи ЛБЗ. И эти мощные изменения все ближе и ближе. Да, скорее всего, их не успеют даже показать на песочнице в 2020 году, но они будут буквально на рубеже между этим и следующим годами. И, скорее всего, 2021 год мы начнем с активного тестирования, ребаланса снарядов, и мы надеемся все же, что экипажи 2.0. Мы уже выпускали видео о том, как стоит ребалансить фугасы, и что делать с артиллерией. А по вопросу разведения функционала основных и специальных снарядов, где первые наносят повышенный урон, и в том числе дают преимущество игрокам, которые умеют выцеливать, а вторые лучше пробивают броню, но урона наносят меньше, мы и раньше возражений не имели. Разве что осталось адекватно решить проблему с уроном по лючкам. Но это тема для отдельной беседы, и, пожалуй, не в открытом формате, ибо имеющееся у нас решение слишком коммерчески ценно, чтобы дарить его разработчикам просто так, от большой любви к миру танков. Так что мы переходим к главной причине турбобоев, истинной их причине. Невероятно простой, но от чего-то никем всерьез не замеченный. На первом месте находится причина под названием размер карт. Объясним, что мы имеем в виду. На всем протяжении существования проекта World of Tanks происходило улучшение усредненных характеристик техники. Танки начинали ездить шустрее, видеть дальше, сводиться лучше, а стабилизация некоторых машин и вовсе приблизилась к идеалу, позволяя стрелять, практически не снижая скорости хода. Причем не всегда это происходило из-за апов техники. Значительно чаще инфляцию ТТХ разгоняли новые ветки бронемашин, новые премы, новые механики. А что же карты? А карты оставались прежними, разве что в HD качество перешли. Карты эти были рассчитаны на строго определенное время начального боевого контакта между командами, на строго определенные скоростные и огневые характеристики техники, и на строго определенную сегментацию. Левый фланг, левый полуфланг, центр, правый полуфланг и правый фланг. Каждое из пяти направлений по ширине своей опиралось на зону эффективного боевого применения любой машины конкретных уровней. Эта зона в начальные годы существования проекта была примерно равна кругу с диаметром в 200 метров, 100 метров влево от машины и столько же вправо. То есть ширина одного направления составляла 200 метров, а число направлений на карте 5. И мы получаем 1000 метров по горизонтали. А размеры карты? Верно. 1000 на 1000 метров. Самый популярный размер карт в игре World of Tanks. Размер, в котором до сих пор делаются все новые карты для рандома. Считаются их тайминги, раскаток и расположение узловых тактических позиций. Вот только техника с годами в такие карты просто перестала помещаться. Причем уже буквально с 6-7 уровней. На 8 уровне и выше это уже просто данность. Первичный контакт команд происходит слишком быстро, а направления на большинстве карт изолированы настолько слабо, что безопасно перестроиться, если одно из них проседает. Уже практически невозможно. Не добавляет позитива и то, что на многих картах, даже имеющихся скудных размеров квадрат 1000 на 1000 метров, задействован в качестве игровой зоны бывает лишь на 80%, а иногда и вовсе на 60. То есть фактический размер карты оказывается еще меньше. Она получается излишне компактной и переуплотненной. И оказывается уже даже не коридорной, а просто ужавшейся до размера в 2 или 3, в зависимости от карты, очень маленьких ресталища, где команда играет не то в зорницу, не то в перетягивание каната. Как итог, все вышеперечисленное приводит к очень быстрому огневому контакту и как следствие турбо-боям. Порой просто в понимании не укладывается, как в одноуровневом бою десяток одна из команд успевает слить, а другая настрелять. Сильно больше 30 тысяч урона за 4 минуты, ведь из них танкисты еще около минуты по позициям расползаются. То есть проигравшая команда умирает со скоростью 10 тысяч хп в минуту. И это учитывая наличие естественных укрытий в виде рельефа карты, камней и зданий на ней. Учитывая наличие какой-никакой все же брони у некоторых танков. Причем в плане ТТХ техники основа для турбо-боев была заложена задолго до того, как в игре появились колесники, а люди начали массово ныть о неймбоусте артиллерии. Все началось еще в период активного ввода в игру топовых ЛТ выше 6 уровня, а потом и выше 8 уровня. Ускорение тяжей, ввода быстрых и ускорение медленных по ТСАУ, появление высокоуровневых средних танков, способных отыгрывать практически любую роль на карте, особенно это касается роли замещения легкого танка, и при этом весьма быстро движущихся. Если вы давно в игре, то вспомните скорость боев и ощущение масштабов карты в условных 2011-2012 годах. Сколько обычно с начала боя вы просто куда-то ехали на позицию? Сколько проходило времени до первой потери ХП союзниками или противниками? Как долго команды расползались по карте? Это могло занимать до двух минут. А что сейчас? А сейчас уже за 40-50 секунд одна из команд, а то и обе, могут потерять одну, две, три машины, не то, что первые ХП, а при этом размеры у карт у нас до сих пор все равно те же самые 1000 на 1000 метров, а иногда даже и меньше, например, 800 на 800. На данный момент зона эффективного боевого применения большинства машин уже с восьмого уровня возросла до круга диаметром в 300 метров, а иногда и более. То есть минимально необходимый размер карты при нынешних ТТХ-технике в полтора квадратных километра и только от размера карты в полтора квадратных километра мы можем получить существенное снижение количества турбобоев за счет совпадения размеров географической тактической сетки карты с фактической, продиктованной ТТХ тех танков, которые на ней сражаются. При этом, что характерно, большинство имеющихся карт в игре отрисованы за пределами красных линий как раз на одну-две клетки с каждой стороны. То есть относительно быстро большинство карт можно было бы дотянуть до размеров 1200 на 1200 или даже 1400 на 1400 метров, что уже достаточно близко к искомому масштабу. Можно резонно заметить, конечно, что для техники средних и низких уровней такие карты могут оказаться великоваты, но Wargaming уже во время ивента Дорога на Берлин тестировали технологию сегментации карт, что позволяет из больших локаций размером, например, 1400 на 1400 метров и иногда даже больше, выделять сегменты, где могла бы играть техника в боях более низких уровней. Так что здесь нет никаких серьезных препятствий для увеличения карт. Что касается медленной техники типа сверхтяжа и толстолобых ПТ, их и так недавно ускоряли, и они вполне осилят новые размеры карт. Это даже линия фронта показывает. ВК-101П или ВК-168 или Тортл вполне себе успевают делать все, что им необходимо. Их задача не в том, чтобы успевать везде. Не должны быть опоры своего направления. Поэтому увеличение карты для медленной техники не станет серьезной угрозой. А если вспомнить о том, что в ближайшие годы в игре может и должна появиться современная боевая техника, то увеличение карт становится просто обязательным действием. Потому что для нее современной техники минимальными скоростями являются условные 50 км в час. И она уж точно не сможет воевать на картах размером 1 квадратный километр. По нашей информации Wargaming на ближайшую пару лет как раз таки запланировали возню с картами. Аккурат после снарядов и экипажа. В том числе в эту возню будет входить создание нового более удобного редактора карт. Что позволит править старые и создавать новые локации намного быстрее и эффективнее. Даже появится возможность создания пользовательских карт. Как говорится, уж лучше поздно, чем никогда. К слову, увеличивая размеры карт, можно попутно решить проблемы многих переуплотненных локаций, поискав возможности для правок, обеспечивающих большую задействованность имеющейся территории. Но пока плоды этой работы не добрались до основных серверов, все же стоит вывести из боев выше седьмого уровня такие хорошие, но слишком маленькие карты, как Рудники и Энск, куда техника высоких уровней перестала помещаться еще при Царе Горохе. Кстати, Энск можно добавить для боев техники ниже третьего уровня, а то кататься там по кругу на монастыре, Рудниках и Химках новичкам довольно быстро успевает надоесть. Подытоживая все вышесказанное, еще раз перечислим три причины турбобоев в World of Tanks. Игроки, а именно отсутствие комплексной системы обучения и мотивации игроков, слишком высокая скорость прокачки техники у новичков и лень при освоении игры, отсутствие поощрения за качественную и наказание за плохую игру. Баланс, отсутствие целостной логики баланса в игре и размер карт. Техника давно перестала помещаться в карты за счет инфляции ТТХ и гонки вооружений при вводе новых веток и премов. С интересом ждем ваших комментариев, может быть мы что-то упустили, а может быть вы в чем-то с нами не согласны. Тема данного видео хорошее поле для дискуссии, в которой может родиться какая-то действительно важная и ценная истина. А на этом на сегодня все, но уже буквально завтра ждите внеплановое видео, где мы позволим себе проанализировать состав участников отборочного этапа битвы блогеров 2021 и даже попытаемся спрогнозировать, кто же займет 4 вакансных слота в большом финале. Не забывайте подписываться на канал и бахнуть колокольчик, включив все уведомления, чтобы не пропускать новое видео. Кроме того, все анонсы раньше всего выходят в нашей группе ВКонтакте, а для аддонов там доступны некоторые секретные новости раньше, чем для всех остальных. А еще теперь мы представлены в Яндекс Дзен. Ссылку на канал можно найти в описании под видео. На этом теперь точно все. С вами был Project 42. До встречи в эфире и не болейте. Всем пока. До встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин